Итак, приветствую! Сегодня последнее видео из серии The American Accent. Оно несложное. И потом несколько мыслей, которые я хотел бы с вами поделиться, вот мы немножко обсудим. Итак, difficult words, сложные слова. Просто запоминайте, есть слова французского, допустим, происхождения, перекочевали в английский, как некоторые другие, даже русские слова какие-то, да, там типа. Водка или еще что-нибудь. Вот, допустим, балет. Балет. Вот как оно в французском, вот так оно и перекочевало. Насколько мне известно. Балет. Балет. Букет. Букей. Вот это все слово читается букей. Супер, запоминаю. Буфет. Буфей. Во французском ударение в конце, поэтому вот такое произношение. Дальше. Валей. Валей это слуга. В гостинице, ну, сейчас это уже не слуга, но служащий гостиницы, который сейчас, как правило, ну, может быть, от машины вещи перенесет, даже не перенесет вещи, не-не-не, а отвезет вашу машину, там куда-то на стоянку гостиницы, или подвезет к вам, вот как я читал, так. То есть это служащий гостинице. Валей. Шевролей. Да? Знакомый марк машины. Шевролей. Вот. Вот это интересные примеры. Мы знаем слово месяц. Манф. Да? Манф. Шепелевая фэ. И школы нам знакомы, что... Вот сейчас мы посмотрим пока сюда. Если во множественном числе, то тут, конечно, сложнее произнести. Получается манф, а потом еще и с добавить обычно. Манф. Сложно. Как бы так вот четко произносить, тем более быстро. Манф. Поэтому чаще всего они могут просто сказать манс. Вот как мы. Манс. И они могут тоже так говорить. Манс. То есть не удивляйтесь, если я не скажу там через два месяца. Манс. Вместо того, чтобы говорить. Манс. Так? Тоже самое одежда. Клоудз. Ага. Клоудз. А потом еще и з. Клоудз. I like my clothes. Ну окей. Получилось произнести. Но если еще быстрее, то не так-то просто. Поэтому опять же сократить... Ну то есть упростить, сказать... Клоудз. Майклоудз. Вот такое вот правило неожиданное. Вот такие слова. Видите, короткое видео. Но сейчас хотелось бы вот о чем поговорить. Итак. Столько много разных правил. Столько интересных. Да, мы прошли, просмотрели особенности американского произношения. Все это для чего? Я считаю, что в основном это хотя бы для того, чтобы вы знали, что такое есть. Чтобы вы когда услышали это... А, о, о, знакомо. Все отлично. Первое, это чтобы вы поняли, что вам было сказано. То есть не удивлялись, что такие вот есть штуки. Это раз. Если вы понимаете, отлично вы можете что-то от подсердца, естественно, рассказать. И сами с американцами используйте в живой, в разговорной речи. Но если, допустим, вы в школе, предупреждаю вас, если вы в школе, в наших школах, тем более, если преподаватель... Ну, хорошо, что если он такой старается узнать все новое и тут же использовать, и он только за, если вы ему расскажете, скажете, о, да, точно, да, вы поделитесь опытом, отлично. Вот. Но если вы видите, что человек, допустим, или у вас, допустим, британское произношение в школе, да, или там учителя строго, он просит так говорить. Ну, окей, говорите с ним так. Потому что зачем вам эти конфликты? Вы начнете говорить в американском акценте? Типа, зарисуйтесь, о, как круто. В итоге учитель вас невзлюбит, скажет, да, так нельзя, и вы испортите отношения. Поэтому это вам решает, конечно, смотрите по ситуации. Самое главное, что вы знаете об этом, вы можете понять человека и можете сами использовать в своем общении с американцами или там с кем-либо еще. Вот, это основное. Еще, здесь, конечно, не все правила. Есть что-то новое, возникает, там, к примеру, вот было такое слово 20, да, 20. Я знаю, что говорят 20, 20, не произносится, но, тем не менее, несколько раз я слышал 20, 25, 25, да. И я подошел к американцу и говорю, там, слушай, а вот у вас еще и так оказывается, говорит. А он сказал мне так, что, ну, если ты слышал, скорее всего, так оно и было. Ну, то есть, я не знаю, наверное, он знал об этом. Короче говоря, есть какие-то особенности. Вывод, если вы находитесь в какой-то стране, да, тем более уже живете, прислушивайтесь, смотрите. Видео замечаете, вот еще важно, когда вы смотрите видео, фильмы, все такое, присматривайтесь. А, опа, я нашел это правило. Класс, класс. То есть, вы видите, да, действительно оно работает. Оно так и есть. Оно действительно используется эти правила. Вот. Вот такой момент. Еще. Эта лента закончилась. Но, 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 ребята, есть еще другие. Другие ленты. То есть, смотрите, у меня не просто там увидели, а, во, американские акценты, а, а, песни, во, во. Смотрите, что еще есть, да. Много будет чего, много уже есть интересного, много еще будет интересного. Мы будем расти дальше. Поэтому, окей, смотрите. И, кстати, вы же можете предложить какую-то новую ленту, если что-то реальное, очень-очень-очень важное вы хотели бы знать, а на ютубе, может быть, этого мало, предлагайте. Можно обмениваться опытом, но, может быть, вы какую-то заметили фишку произношения, которую я еще не сказал. Ну, наверняка такое будет. Вот. Тоже, пожалуйста, или комментируйте там как-то, или подскажите, что еще осветить. Вот это здорово было бы. Вот. Такой момент. Все. Здесь мы закончили пока что. Достаточно. Ну, и как всегда, конечно же, как же без этого. Подписывайтесь. Да, вы, наверное, уже подписались. И ставьте, ставьте, ставьте мне эти лайки. Мне же приятно. И приятные комментарии тоже было бы. Would be nice. Было бы здорово. Пока.